Делегацию из Калужской области, как это и принято на Брестской земле, встретили радушно и гостеприимно хлебом, солью и добрыми словами. Мы рады приветствовать вас всех на гостеприимной Брестской земле. Мы вас очень ждали и рассчитываем, что наша встреча пройдет в доброй, теплой, хорошей обстановке. А как иначе, ведь обе стороны заинтересованы в налаживании добрососедских, дружеских и партнерских отношений. Первым пунктом в графике официального визита в город над Бугом стал Брестский облсполком, где в ходе встречи глава области Юрий Шулейко отметил, что Брест обладает мощным потенциалом, ведь является воротами в Европу и находится на точке пересечения многих транспортных путей. Также он рассказал об экономике, сельском хозяйстве и достижениях региона, промышленность которого составляют 1900 предприятий, а площадь равна почти 33 тысячам квадратных километров. Свободная католическая зона у нас строилась именно под экспортом, в принципе, красок, светодиодов, производства, многих компонентов, мгновенность которого продлились 100% в течение года. Поэтому все корректируется, область сегодня неплохо завершила год, неплохо получили лучшие классовые результаты. Как подчеркнул глава Брещина, к моменту встречи принимающая сторона подготовила определенные наработки, в которых видит взаимовыгодное направление сотрудничества с российским регионом. В свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что у Брещины и Калужской области есть точки соприкосновения в вопросах экономики, развития сельского хозяйства и взаимного товарооборота. А наибольшую заинтересованность вызывают компетенции и опыт в сфере машиностроения. Обе стороны заинтересованы в дальнейшем расширении взаимной интеграции в различных сферах. Пять лет назад между нашими правительствами было подписано соглашение о дружбе и партнерстве. Год назад такое же соглашение подписали наши представительные органы власти. И для нас это действующий рабочий инструмент. Ну и, конечно, нельзя в стране оставаться от спортивных и культурных событий. Вот мы сегодня договорились о том, что летом будут большие гастроли Калужского симфонического оркестра. Они будут организованы в Минск. И, конечно же, в это же время мы обязательно организуем приезд наших артистов в Брест с огромным удовольствием. В первый день визита российская делегация также посетила Брестскую крепость. Стороны надеются, что общие ценности и видение ситуации в мире, взаимопонимание и желание двигаться в одном направлении помогут укрепить и расширить сотрудничество между регионами в будущем. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.